Привет всем заглянувшим! Значит-то распаковывать мы сегодня будем с вами мессуру. Сижу я значит-то никого не трогаю. Собираюсь снимать видео с маникурчиком. Вот видите, сегодня будем наблюдать. Ой! У меня ню. Вот. Сижу, значит-то я планирую. Тут никого не трогаю. Приходит сообщение А вот тут посылочка по России, товарищ Леночка. Ну я думаю, ух ты ж еханки, надо скакать. Буквально как конь ретивый. А то уж пока дождешься, тут же всякие новинки. Ой! В общем, сейчас мы с вами все поперещупаем и оборзеем. Ну, а как? Не, а как без этого-то? Господи, что мы, не люди, что ли? Так, дай бог только я сейчас ее отпакую. Это тоже. Ой, смотрите, тут так хорошо все. Нет, наверное, не видите у меня так близко. Факис не берет. По-скуда. Так, сейчас посмотрим. Опс-опс, пошло-пошло. Ура! У нас опять мягенькие попки. Какая прелесть, не могу. Они такие прикольные. И звук прикольный с них. В них как пересыпается какая-то горячиха. Горячиха. Так, и переложка у нас. Так, ну да, пенопластинный не буду вам показывать. Так. Вынимаем. Я взяла, видите, одну коробочку. Буквально по минимуму. А то я-то уже, в общем-то, набралась, что хотела. Мне уже, собственно, ничего и не надо. Буду так новиночки там кое-какие брать. И все. Конечно, с этой масурой недалеко лакоманьяком стать. Ейбол. Я вообще обычно в лаках человек непритязательный. У меня голден розы были. И вообще я даже не парилась. А тут появилась масура. По такой цене голден розов. Так что, да. Набираем масуру. Вот так. У меня одна маленькая коробуля. Давайте смотреть, что это у нас тут. Праздник жизни. Ого, ничего себе. Я его как-то попроще представляла, если честно. Очень классный. Очень интересный. Похож на более темную эйфорию. Кстати, эйфории не было. Хотела взять. Что-то я раньше на нее внимания не обращала. Сейчас, как ее не стало, мне понадобилось. Так. Это мой день. Понесло он, видите, меня на старичков. Купила ж. Вижу, ты меня любишь. И они с того же все времени. Ого, какой он, кстати, интересный. Тут прям такая голография клевая. Этого всего вообще не видно. Было на сайте. Так. Это что у нас? Ого! Ничего себе этот тростниковый сахар. Он мне, конечно, нравился, а он в реале с голохлопушками. Ничего себе, ничего себе. Представляете? И они такие не крупные, не мелкие. Так. Спасибо девчуле, которая сказала, что голохлопушки надо ловить в расфокусе. Видите, их видно. А и далеко. Просто серебряные какие-то штучки. Так. Сейчас мы с вами до новинок доберемся. Старинки сейчас дощупаем. Это у нас кто? Любовь рации. А, это же новый, вот этот, магнитный. Так, вот так. Опс. Вот так видно, что они цветные. Видите? А так не видно. Очень интересно. Так. Это у нас кто? А, нефритовый дракон. Ой, мне тоже он так понравился. Просто не могу. А ну-ка, что у нас? Раз, фокус, фокус. Очень сочный цвет. Меня вообще что-то на зеленое потянуло. Хотя я обычно мимо синих лаков вообще не могу пройти. А сейчас что-то зеленый тащат. А, ну и конечно же я взяла лес фэнтези. Как же без него? Очень он классно, конечно, выглядит. Упасть не встать. Фух. Шик. Так. А это у нас кто? А, изумрудная сари. О, да. Мне что-то тоже так понравилось. С этим золотым микрошиммером изумрудный лак. Шикарно, конечно. Так. Это у нас кто? А, полярные сумерки. Да, вот что-то они меня развеселили. Не знаю. Что-то в них есть такое. вот видите голохлопушки. А он такой металлик вроде к баклажановому. Очень интересный цвет, не плоский. Так. Это у нас чего? А, как там? А, это Lost in Holland. Вот, кстати, я хотела взять манго-танго. Но у них в принципе тон одинаковый. То есть, они такие кораллово, так сказать, забыла. Отдает. В общем, да, не важно. У них очень схожий оттенок, только в этом еще смотрите, какая шикарнейшая слюда. Просто упасть и не встать, соответственно. Очень уж он классно выглядит, конечно, просто пипец. Так, это у нас кто? О, и этот лак такой весенний. Это Forest Fairy. Такой он славненький. В реале он, кстати, еще лучше, чем на сайте. Хотя там с фотошопом и прочими приблудами. Очень весенний, зелененький. Кстати, в нем слюда не только зеленая, но и синяя, и сиреневая. Или она просто голографичная, не пойму. А ну-ка, видите, что они такие вроде как зеленые, вроде как разные. А ну-ка, расфокус. А ну-ка, фокус. Да, в общем, очень интересно. Сейчас мы с вами будем шупать. Так, это у нас кто? А, Poem to the Night. Мамоньки, родненьки. Знаете, на что похожа основа этой поэмы? Основа, как у голоса Вруксы. То есть, там основа серебряный, голографик. Тут черный голографик и с серебряными крупичками. Только тут серебряных крупичек больше. Ну, мне просто кажется, что они похожи. Там, конечно, может и нет. Ну, раз фокус и focus. Очень классно выглядит. Да. Так, а это у нас кто? А, Curiosity, сетей. аж. Э, очень крутой он. Очень. Так, это еще закапелька. Он что, подтекал? Хек. Так, а ну-ка, есть в нем голография или нет? А ну-ка, вам давайте раз, фокус. А теперь фокус. Ну, он шикарный, конечно. Очень глубокий синий к ультрамариновому и эти зеленые слединки и чуть-чуть тут вот тут даже как сиреневую я вижу. может, это просто попалось? Так они зелено-бирюзовые. Очень интересно, конечно. Ой! Ай! Ну, все. Давайте сейчас все поперещупаем. Такс, такс, такс. Все. Приступаем. Сейчас начнем, наверное, с зелененьких с вами. Сейчас их расставлю, чтобы мы с вами не как сумасшедшие тут сидели красный алубой, а как приличные люди все-таки. По цветам сейчас расставлю. А то мне тоже потом ромашкой-то пользоваться, а я не люблю, когда все непонятно. Вот так вот я люблю. Так, все. Ромашка. И кто это у нас тут? Нехритовый драгон. Драгон Идж. Такс. Ого, прикольный. Правда, немножко на зеленку похож. Не, ну не прям, конечно, откровенная зеленка. Ой, магнитик тут примагнитился ко всему, чему можно. Сейчас подождем, чтобы расплылся блик. Мне вообще расплыл тевчатый блик больше нравится, нежели прям такой стрелочкой. Так, закручиваем. Что у нас тут дальше? Лес фентези. Те, а что мне лес фентези влез перед зеленым лаком? Его надо сюда запихать. Опс. очень интересный цвет. Бледно-голубой какой-то. Ну, в нем, конечно, все решает слюда. Без слюды, конечно, ничего в нем вообще интересного такого прям нет. А вот контраст цветов просто затаскивает. Так, теперь изумрудная сари. Ого, ничего себе, оно шикарное. Оно реально даже лучше, чем я себе его представляла. И ложится так мягко как-то. Даже не могу описать, как. Очень оно классное. Просто супер. что-то я прямо поражена. Ей, богу. У меня даже такое ощущение, что оно мне нравится больше, чем вот эти две новинки. Ну, да, второй топ все решит, потому что вам в камеру, возможно, не совсем все ясно. Упс. Что-то у нас дряда это. Ерепеницы. Так. очень интересный лак. Конечно, прям весна-весна. Давай, большая штучка, расползайся. Я говорю, не уползай, а расползай твою штамать. Давай вот сюда ее. Вот так. А ну-ка, что это у нас тут на горлышке? Не потекли? Да нет, вроде. Очень он интересный, горчично такой болотный, что ли. Боже, меня, если честно, теперь эта изумрудная сарь привлекает просто пипец. Оно затмило уже пока что все вот эти вот три, что я сейчас намазываю. Не, я не спорю, эти тоже клевые, но просто сарь что-то нечто. Такс, это у нас что там, сахар-то? Класс, очень класс. Ну, тут, видите, надо подложку какую-то коричневую, бежевую. Ну, неплохо, да. Такс, кто у нас тут лостын? Худоех, хамей, Холланд. Такс. Классно. Прикольно. Ну, тоже в один слой ничего не ясно. Просто вот сарь, да, в один слой уже все очень, даже более чем ясно. А, ну и фейри, кстати, мне тоже нравится посуду мыть. Так, кто у нас тут дальше? Любовь Граци, это у нас Мани Таорск. Такс. О, тут прям плотненький такой, смотрите. Прямо в один слой складывается. Такс. Ну да, пока не застынет, держим там секунд 15. Потом он уже натурально расползется. Что-то я сильно сбоку держала, не по центру. Ну да и хрен с ним. Такс. А, ой, забыла, это у нас праздник жизни. Что-то я делаю на него ставки. Да что это у меня тут? Шерсть, что ли? Конечно, ничего нового, впрочем. Такс. Да, классно, конечно. Такой какой-то упыленный баклажан, что ли, не пойму даже, как сказать. Интересный цвет. Очень. Такс. Это у нас кто? Это мой день называется. Ой, тоже очень интересный цвет. но все-таки из этой тройки вижу, ты меня любишь, конечно, самый клевый. Этот, кстати, возможно, тоже в один слой ляжет. Очень интересно выглядит эта голография, такая интересная. А ну-ка, расфокус. Нет, сейчас вам не видно голографии. клево очень. Так, потом у нас кто идет? А, Curiosity Voyage. Славненький какой. Да уж, вот я никак не могла ожидать, что я от изумрудного сари себе ноги обварю. Реально, очень крутой. Вот больше всех мне он понравился. Так, это тут сейчас что-то у нас осень. Забыла. Тьфу-то, опять тут шерсть была. Что ж ты будешь делать-то с этим скотским, коцким. Так, что там осень? А, это полярные сумерки. Это второй про осень. Ой, я еще со склерозом со своим. опс, пенсионным. Так, это у нас поэма ночи. Ммм, очень интересно выглядит, кстати, кстати. В нем мало того, что голохлопушки, в нем еще и какие-то светоотражающие что ли частицы, не пойму. Все горлышко испачкало, надо обтирать будет. Да, в нем еще какие-то, знаете, прозрачные частицы, вот как чешуя русалки, вот это с Алиэкспресса такие, хлопушки. Что-то такое в нем есть. Пахнет он как-то иначе, именно он. странно. Ну, то есть он в принципе по-лаковому пахнет, просто как-то немножко по-другому. Очень интересно выглядит. Одновременно рассеянная это и линейная голография, плюс еще это слюда какая-то, как рыбьи хвостики. Очень интересный лак. Так, с девчули. Переходим на второй слой. Кто это у нас тут? А, Лес Фентези. Правильно я мажу фото? Господи, я думала цвета перепутала. Ну да, видите, без фотошопов, без всей этой хероты лак, надо сказать, так. Сейчас подержим, посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, если бы не контраст вот этих красных слюдинок и фотошопа, то я бы этот лак даже не взяла бы. Мне вот этот вот маникюр, что я делала, кто там был? А, ветер орхидей намного больше даже понравился. Нет, этот тоже хорошенький, но что-то он в реальной жизни, конечно, такое себе. Не знаю, как там вам видится. А ну-ка, давайте с пизельком. ой, ну я очень надеюсь, что он передается все в порядке. Так, следующий у нас там кто? а не фритовый дрэгон. Так. Дракон, конечно, симпатичный, мне нравится. Но изумрудная сари, конечно, намного лучше. Просто дракон это новинка, интересно было его только из-за этого как бы хапнуть. Ну и плюс я не могу пройти мимо лаков со слюдой. У меня прямо аж начинается парализация какая-то. есть, нет, секунд, 15 есть или нет. О! Ну, со стрелочкой вообще неплохо выглядит, надо заметить. Так, сейчас я вам с бутылочкой его рядом покажу, потому что возможно что-нибудь непонятно. Вот, смотрите. ну, ничего тогда. Давайте косарик. С тесарик, мне даже кажется, что он в один слой отлично будет себя вести. Так, он именно красится как-то хорошо. После кисточки как вот маслом вымажете. Само нанесение у него приятное. жоем, жоем, чаек пьем и все. Прямо так по центру полбожий, он шикарен. Конечно, вот это вот зеленое с этим микро-микро золотым шиммером, частицами шиммера, это просто нечто. Вот ей-богу. Не знаю, вот как оно передается вам. Сейчас я постараюсь даже к вам в телевизор влезть, чтобы полностью его передал. Или нет, не пойму. Но вы посмотрите, это просто божественно. Это не лак, это произведение искусства какое-то, ей-богу. Очень мне понравился. просто шикарно. В реале он выглядит просто супер. Вот я не совсем уверена, как он передается у вас в камеру. Супер, просто супер. Вот реально можно было только его один купить и все. Но так нельзя. так. Давайте в фейре теперь нальем посуду, по-моему. В перчатках, конечно же. Интересный лак. Безусловно. Весенний такой. Но не могу. Все. Смотрю на это саре, оно просто подавляет их всех вместе взятых. Вот честное слово. Так. Давайте тростниковый сахар. Но видите, по консистенции как крустальные незабудки. То есть тут возможно надо слоев пять, чтобы было как в бутылечке. А, ну или соответственно подложку, конечно. Безусловно. Давайте сразу слой потолще. Фиганю. Тьфу, ты опять эта шерсть. Да что же за... Что у меня тут за этот дом престарелых животных. Так. Это у нас кто? Ласт и Холланд. А то и Лост. Так. Ой, ну вот этот вот во второй слой мне нравится. Очень классный. Как его там называют? Желешка, да? И сквозь вот эту вот алую желе. Проглядывается вот этот шиммер. Такой он золотой что ли, да? Вам видно вообще? Очень интересно он выглядит. А ну-ка. Видно вам все кусочки слюды? Вот они прям горят. Шикарно. очень классно он выглядит. А ну-ка может поближе чуть-чуть? Нет, прям очень близко она у меня не берет почему-то. По скуды. О! Взяла. Сейчас я вам еще эти тогда покажу. Раз уж такая пьянка. Прелестно. Так. Это у нас там кто? А любовь Граци. Тут нам тоже сейчас понадобится Маони Таорск. Эпс, 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 эпс. Ой, что за большой кусок? Прям как бор какой-то. уберу его, куда его уберу? Дела. Подождите, сейчас я бумажечку оботру. Какой-то странный комок. Пока я обтирала, нахватала на кисточку шерсти, конечно же, чего я еще могла нахватать. Так. Пока я там разбиралась, уже лак небось высох. Ой, Ну, конечно, подсох. Давайте еще чуть-чуть мазнем. Сейчас еще пару каких-нибудь комков выловим. Ну, да, что-то он, если честно, прямо как какими-то кусками выламливается. Какая-то хренатня. Это как-то слюда странно легла. То есть не то, что странно ее слюды насыпали, она комкуется. Очень мягкая что-ли. Хотя цвет такой интересный. Как варенье. Ну, ладно, может, с этими кусками как-то можно что-то решить. Решить, придумать что-нибудь. Вообще неплохо, да? Разноцветные кусочки слюды интересно выглядят. Так, что там у нас дальше? Праздник жизни. А, подождите, я же вам поближе ее, да, не показала в телевизор. Тьфу, ты, с этим фокусом. Давай, фокус. Ловись большой да маленький. Цветочек оленький. Вот. Надеюсь, что-нибудь видно. Ну, что-то любовь грации, да, меня не впечатлило. Так себе. Особенно эти куски не пойми, чего там, какие-то тряпки. вот этот цвет классненький. Очень. А ну-ка, давайте с пизырьком вам. Тикс. Это мой день. Это очень красиво выглядит его голография. Очень и очень интересный лак. прям классный. Вот, наверное, мне нравится. Вижу, ты меня любишь на первом месте, на втором месте. Вот этот вот. Ну, вот я про старичков этих трех говорю. А потом уже вот этот. Вот этот тоже просто супер. А ну-ка, где тут у него бок, чтобы пустое было место. А, у него нету, да? А, вот он, вот он. Ну, что, вам видно что-нибудь? А ну-ка. Нет, и без фокуса вам ничего не видно. Ну, очень он классный. Прям прикольненько выглядит. Так, а это курьесики у нас. Вояж. Вая, хваи. Такс. Он тоже классный. Безусловно. Эти слюдинки очень интересные. Тьфу, ты фокуса не был. А, ну, он у меня настроен, видите, на ближний бой. Классно выглядит тоже. Такс, это у нас полярные сумерки. кисточки. что-то как-то криво набралось. Кстати, надо кисточки какие-то грахицкие попадаются. Приходится иногда самой дошаманивать. Да, кстати, заметьте, за 400 рублей такая кисточка немножечко не очень, которую надо самой дошаманивать. А вот за 160 по распродаже в самый раз. Ну, вот, смотрите, какой он клевенький. Мне нравится в два слоя, очень даже отлично выглядит. Так, это был расфокус, это фокус. Ну, да, видите, в расфокусе видно, что у него голохлопушки. Такс, и поэма ночи, товарищи. Такс. Классно выглядит. Да, очень даже. Они даже немного похожи. Но этот, правда, баклажановый, и у них... Вот, кстати, да, вот чем еще разница у них, у поэмы ночи, линейная голография, и плюс в нем еще вот эти вот, как я уже говорила, чешуйки русалочи. Но почему-то вам их не видно. А ну-ка, вот, голография, по-моему, сейчас ловится, а чешуйки нет. Очень интересно, кстати, это очень, очень интересно выглядит. Вот такие дела. Так, давайте я вам сейчас в фокус прям влезу. Покажу все сначала. Смотрите, какой саре, о боже, ино шикарное. Это реально как манго-танго, но только со слюдой. Даже не знаю, теперь буду брать я это танго или нет. очень классно. Да. Ну что ж, девчули, все. На этом наш обзор подошел к окончанию. Всем спасибо за просмотр, хорошего дня, отличного настроения и пока-пока. Пока.